Встретил Виталика. Поехали на пляж пробовать воду. Хук ван Холланд по пути с Роттердама. Открывать будем пляжный сезон купания. 5 апреля. Открыли музей Атлантического вала, который был построен в годы войны. Гитлеровцы находятся вдоль побережья Северного моря и по всей территории Голландии проходит этот Атлантический вал. Вот там по дюнам и возможно в дюнах также есть бункеры. Мотоциклистов и автомобилистов сюда не пропускают. А велосипедников и пешеходов пожалуйста. Но надо идти. Идти по этим дюнам невыносимым почти как в Африке. Вы уже можете видеть сегодня печет просто как в Африке. Тем не менее еще продолжаю терпеть и идти в куртке. Посмотрим что будет у воды. Вот и мы находимся в Хокванхолланде. До Антверпена у нас 87 километров. До Роттердама 26 до Шанхая 8 934. Даже по-моему у нас есть Гамбург и Санкт-Петербург. 1830 километров до Питера. До Гамбурга 431 километр. Вот здесь у нас карта находится. Где что располагается. В общем все цивильно, все предусмотрено. Ага, значит здесь что запрещено. Знаменитое Северное море. Сегодня оно совсем не бушующее и спокойным нравом располагает. Но тем не менее все закрыто. Не только в связи с распространением вируса. Но также и соответственно с еще закрытием, со закрытым сезоном люди еще не готовы купаться. Но вы видите, да, здесь инфраструктура располагает к тому, чтобы отдыхать. Вот даже такие территории, которые в дальнейшем будут использовать для кафе. Сейчас их приводят в порядок, красят, подкрашивают и затем будут ждать наплыва туристов. Добрались, добрались до него, до величественного Северного моря. Ну тут пару человек лежит, загорает. И Виталик тут присоединился. В прибрежной зоне пляжа. Здесь, кстати, облепиха растет. Я был очень удивлен, потому что здесь очень сильно распространена облепиха. Вот это она. И в принципе мне казалось, что только в России она есть. Но оказывается, наверное, в России принесли ее из Голландии. Продолжение следует... Продолжение следует...